привет как дела недавно смотрела свои ролики с выставок еды и вспомнила что я обожаю пирожные брауни помните я показывала как делала их в англии но там что-то не получалось какие-то они не такие у меня выходили и недавно я нашла две плитки темного шоколада и решила почему бы мне не испечь снова пирожные брауни нашла рецепт в интернете и так как я до сих пор не могу разобраться со своей духовкой как там с ней обращаться решила использовать сковородку сегодня покажу и расскажу как я это делаю поехали итак какие ингредиенты нам нужны 180 грамм черного шоколада сегодня будем шоколад с орешками использовать 180 грамм сливочного масла 3 яйца мука 75 грамм и еще будем использовать сахар сколько тут сахар нужно 250 грамм и 1 4 чайной ложки соли ну что начнем итак первым делом нам надо растопить черный темный шоколад вместе с маслом лучше его измельчить чтобы он быстрее растаял растапливаем 180 грамм сливочного масла перемешиваем вместе с шоколадом начинает таять так вот у нас уже начинает готовиться два ингредиента для брауни будет вкусняшка жду не дождусь когда уже это все будет готово он пока это тает мы разобьем яйца и добавим муки соли и сахара яйца мы разбираем шоколадное масло у нас уже почти готово все можно тоже выключить надо взбить яйца и добавить 250 грамм сахара сахар я измеряю стаканчиками обычно все стаканчики где-то по 200 грамм поэтому добавим один стакан сахара и плюс еще немножечко одну кружку кружку кстати в полмбленде купила на рождество 6 штук у меня таких так 250 грамм и еще четверть на баночку такую мама купила где-то наверное в тики макси кофе эспрессо латте капучино так добавляем вспышку включим получше видно было ну что тут у нас получается так это тоже закипает все убираем плиты пусть пока остывает надо чтобы совместить две смеси яичную с сахаром и шоколадную надо чтоб шоколад немного подостыл уже пахнет вкусно обалденно вкусно пахнет шоколадом еще надо добавить четверть чайной ложки соли силач четверть много это маленькая чайная ложка хватит так и сколько там 75 грамм муки по моему сейчас посмотрим и 75 грамм муки дальше что нам надо ну вот этот мы растопили шоколад яйца с сахаром смешать потом все вместе остывшую шоколадную масляную массу перемешиваем и что и потом уже перемешиваем с мукой так что муку мы добавим попозже вот такая должна получится чача ну давайте замешаем венчиком обе лав смешаем остыл немного вкусняшка заливаем ну вот у нас все слилось воедино яйца с сахаром и шоколадная смесь теперь это надо все взбить яично-сахарную смесь растворяем в шоколаде мама у меня не любила брауни который я готовила в лондоне а тут первый раз когда я приготовила по этому рецепту съела и говорит пожалуй я буду любить это пирожное ей очень понравилось и мне тоже я просто не могла сдержаться чтобы достать еще один кусочек из холодильника за два дня съела все вместе с чаем выпила и осталось добавить 75 грамм муки но сначала мы включим плиту опять и поставим сковородочки уже разогреваться пожалуй одну большую сначала то что надо крышкой все-таки закрыть чтобы сверху она тоже подпеклась ставим сковородку на плиту и добавляем растительного масла растительное масло это оливковое у нас было но мы переливаем растительное в бутылки потому что в стеклянных бутылках растительное масло хранится намного лучше я отражаюсь я отражаюсь в растительном масле и так ну теперь добавляем муку 75 грамм это чуть меньше половины кружки поэтому засыпаем такое вот количество муки и и теперь все это надо перемешать это сделать очень сложно потому что жидкость уже вяжущая еще надо втиснуть сюда муку ну потихонечку начинаем перемешивать чтобы жидкость стала еще гуще скоро я буду кушать такие замечательные пироженки под названием брауни ну нормально сковородка уже готова заливаем его рукой буду показывать как во всей площади сковородки наливаем где-то сантиметр толщиной должны быть кстати соду я в этот раз не клала как в лондоне и получилось такое тоненькое пирожное но но нормально все равно вкусное и полезное так все а остальную массу мы на маленькую сковородочку используем и и что закрываем крышкой поднимайся поднимались расти расти мою пирожек тем временем собака спит ждет когда настика будет пить чай до крошка крошечка зайчик наш у нее целая постелька вот такая вот тут у нас под столом а смотри чем не есть какая вкусняшечка ой вкусняшка вкусняшка вот такие вот мы ленивые дрыхнем под столом пока нальем кофе чтобы пробовать с брауни вот такую вот кружку я купила в чарите шопе и теперь всегда из нее пью кофе завтрак у тиффани называется так ну что посмотрим как у нас тут готовность все готово надо так чтобы он немножечко не застывшим был тортик обалдеть какая красота мой любимый брауни уже почти готов так но оставшуюся смесь мы насыпем на эту сковородку пусть она готовится а а мы уже будем пробовать первый блин первый торт и даже не комом кстати недавно я еще открыла для себя булочки с корицей стала нашла рецепт и стала делать вот купила корицу в ленте и думаю может быть к брауни немножко корицы присыпать получится наверняка пикантный вкус попробуем надеюсь не переборщу со вкусом потом расскажу брауни с корицей очень вкусно наверняка будет сейчас попробуем но вот и второй тортик готов первый хотела выложить при помощи лопатки на тарелку но вот такой большой что не выкладывается поэтому сейчас мы его порежем и на маленькую тарелочку упакуем вот такой вот кусочек брауни получился очень сочный шоколадный красивый будем пробовать сейчас кофе мой уже подостыл сейчас будет дегустация большой тортик пришлось порезать кусочками вот так он выглядит в разрезе вот такой вот он брауни от англичанки ну что пришла пора пробовать боже это так вкусно помните рекламу баунти райское наслаждение так вот брауни райское наслаждение супер ну вот и все вот таким вот было приготовление пирожных брауни в следующий раз я покажу как делаю булочки с корицей пока на этом все не прощаюсь с вами до скорых встреч